Всем привет, друзья! Заслуживает ли Алекс Волкановский следующий бой за титул в легком весе? Однозначно достоин. Не сейчас. Нет, совсем нет. Пожалуйста, дайте свой ответ. Дан рассказал, кто будет следующим соперником победителя боя Оливейра против Махачева. Мало того, что Волкановский запасной к бою, если что-то случится, теперь Дана Уайт заявляет, что Алекс будет драться за титул в легком весе несмотря ни на что. Если Волкановский получит шанс заработать пояс в легком весе, оставаясь чемпионом в полулегком весе, он войдет в историю. UFC станет пятым двукратным чемпионом. Такой подвиг совершили только Конор Макгрегор, Даниэль Кармье, Генри Сихуда и Аманда Ноуниес. Волкановский не проигрывал в своей карьере в UFC. В настоящее время у него четыре защиты титула подряд и победная серия из 22 боев. Все в сборе. Хабиб критикует Оливейру перед UFC 280. Вы согласны с Хабибом, что Оливейра не такой уж мощный в партере? Оливейра принадлежит рекорд по количеству побед, но, несмотря на это, Хабиб считает, что бразилец не слишком хорош в партере. Хабиб убежден, что Махачев является лучшим в UFC в легком весе и что он обгонит бразильца по числу побед. Махачев будет ездить на нем, как вы ездите на лошадях. Многие люди недооценивают ислама. Они считают, что Оливейра хорош в партере. Он не очень хорош на земле. Если вы проиграли восемь раз в UFC, то... Как вы можете сказать, что он хорош на земле? Он проиграл восемь раз. Оливейра проиграл только три раза в UFC. Его последнее поражение в бою против Рикардо Ламаса датируется 2016 годом. С тех пор Оливейра выиграл 12 поединков и проиграл только один. Совсем недавно он одержал победу техническим нокаутом над Джастином Геджи на UFC 274. Инсайты из Абудаби. Слова Игоря Лазорина. «Ведел только что Хабиба. Он сосредоточен, собран. И для него бой Ислама Махачева за чемпионский титул – это новая веха продолжения наследия отца. Тут есть и нервы, и переживания, и ответственность». Сможет ли Ислам Махачев прервать победную серию Оливейры? Кстати, Джо Рогана не будет на UFC 280 в Абудабе. По личным причинам он не прилетит. Друзья, кто станет чемпионом в легком весе? Чарльз Оливейра или Ислам Махачев? Поделитесь вашими мыслями. Казахские фанаты подарили Чарльзу Оливейре кафтан. Чапан. И пожелали удачи в бою с Махачевым. Этот подарок на день рождения Оливейры от болельщика из Казахстана. Оливейре исполнилось 33 года. Чарльз Бек и Ливербай пошутили в комментариях. Досудебное слушание по делу Кейна Веласкеса отложено до ноября. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был арестован из-за того, что он якобы стрелял в машину, внутри которой находились три человека. Пишет The Sun Juice Mercury News. Один из пострадавших ранее был обвинен в растлении близкого родственника Веласкеса. Кейн хотел сделать самосуд педофилу, который приставал к его маленькой дочке, но попал в другого человека. Это уже 250-й день заключения Кейна под страшей, но Кейн держится молодцом. Альжамейн Стерлинг продолжает осваивать русский язык. Братуха, бро! Андрей Стерлингов. А вот уже шейх из Ямайки Стерлинг. А его друг Мираб Двалишвеле спаррингует с чемпионкой мира по кикбоксингу Екатериной Ковалевой. Отмечу, что рост девушки 193 сантиметра. С такими ногами она сможет треугольник и Мирабу, и Стерлингу обоим сразу накинуть и придушить обоих. Арман Сарукян дал прогноз на бой Махачева Ливейра. Мы никогда не знаем, что произойдет по ходу боя, но я считаю, что навыки Ислама намного лучше. У него хорошая ударка, вольная борьба, контроль. И он может удержать Ливейру. Я не думаю, что Чарльз может задушить или засабмитить его. Мне кажется, что это будет скучный бой. Ислам переведет Ливейру на землю, будет удерживать, измотает и, возможно, остановит его в поздних раундах. Мне не нравится подбородок Ливейры. Он у него некрепкий. Вероятно, Ислам может его нокаутировать. Однако Чарльз сильный парень. Он дрался с лучшими бойцами мира и победил почти всех. Это просто мое мнение. Посмотрим. Возможно, Ливейра тоже способен нокаутировать Махачева. Это ММА. Один удар и все. Главное обоим теперь сделать вес, друзья. У них очень много общего. Что у Ислама Махачева, что у Чарльза Ливейры. Поединок от этого еще интереснее. Ислам собирается отправить Чарльза обратно в Бразилию с пустыми руками. Так пожелаем ему в этом удачи. Друзья, также хочу напомнить, что посмотреть онлайн поединок Ислама Махачева и Чарльза Ливейры можно в приложении Винлайн. И также получить фребет до 10 тысяч рублей. Забирай его в первом комментарии под этим видео. А вот это уже промо-ролик. Новый уровень на моем канале. Промо-ролик к бою 23 октября. Посмотрите. Нужно ваше мнение.